перед вами два сушителя от компании горения это сушитель на 16 литров и на 20 они выполнены в очень красивом дизайне тут идет хороший пластик высокое качество исполнения в целом осушители этого воздуха имеет хорошие характеристики и большой функционал эти устройства они полностью одинаковые как и в дизайне так и габаритах немножко больше весе 20 литровый агрегат ну соответственно отличается от ним что он собирать водички больше и воздухопоток у него также больше сейчас мы один уберем и на примере 1 рассмотрим все основные данного аппарата что касаемо по его дизайн то он в принципе впишется в любой интерьер на передней части мы видим логотип компании это пак у нас с низней части находится бак чтобы высунуть есть такие зазоры ручки на себя потянули вытянули бак средине бака есть ручка для переноса то есть если вы хотите донести там ванную комнату вылить в раковину очень удобно можно перенести сам бак внутренняя крышка бака снимается вы можете его почистить внутри помыть ручка назад прячется видим есть поплавочек который фиксирует уровень заполнен бака если он поднимется до когда водичка наполнится осушитель выключится также можем обратить внимание что есть окошко через которое можно наблюдать как заполняется уровень воды очень легко без усилий сам осушитель идет на колесиках его легко перемещать колесики так на 360 градусов можно поворачивать сам осушитель также есть ручки для переноса они есть с верхней части вот сбоку за эти ручки вы можете при необходимости само устройство перенести там если порог большой на задней части также также у нас разместился шнур для подключения питания длина в 1 и 2 метра обычная стандартная вилка фиксатор для самого шнура есть у нас отверстие для дренажного шланга при необходимости можете подключить сняв заглушку и сделать отвод конденсата в отдельную тару либо в канализацию напрямую главное чтобы это было под углом если на бак то соответственно заглушечка должна стоять бак заполнится он остановится на задней части у нас расположился отверстие для забора воздуха мы также можем видеть фильтр для очистки воздуха его предназначение чтобы собирать пыль основной она оседает на самом этом фильтре мы можем помыть почистить он есть на гораздо также мы видим на задней части есть в корпусе датчик влажности видим радиатор на котором собирается конденсат поддон куда он попадает когда стекает с него в поддоне есть ребра такие жесткости пластины которые предотвращают переливание при перемещении сушителя назад фильтр также сама фиксируется очень просто главное чтобы встали в пазы и крепление зафиксировать фильтр мы ставим таким образом назад главное плотно фиксировать тут немножко вот села принципе немножко усилия предложить и он сядет назад вот принципе что касаемо по его составляющих сверху не уйдет воздух уже выдувается здесь отверстие такое есть панель управления дисплей кнопки физически достаточно тихо нажимаются индикация led соответственно по режиму в котором будет работать будет показываться и давайте запустим данное устройство посмотрим как она работает уровень шума индикация была одноразовая на дисплей показались цифры и звуковой сигнал то что подсоединили в сеть включаем и сушитель отдельной кнопкой он запустил вентилятор показал влажность 32 процента у нас да сейчас сухо и мы можем переходить к настройке сейчас он разжиг в режиме конт работает режим постоянный для того чтобы выставить влажность нужно перейти в режим допустим dry это режим когда усиленный он сразу включил автоматический вентилятор максимальные обороты горит у нас две лампочки ловки нет вот запустил сейчас компрессор характерный звук небольшой можно услышать чтобы нам выставить влажность мы выходим из всех режимов и тогда настраиваем режим не горят и ставим допустим 55 процентов он уже сразу понял что меньше 55 процентов и выключил тут же компрессор если мы хотим влажность поставить ниже до который там нам нужно диапазон максимально низкие до 35 процентов либо можно поставить беспрерывный режим если нам нужен smart режим мы можем поставить индикацию на smd и беспрерывный режим он опять мы ставим и компрессор запустится тоже через какое-то время если мы хотим откорректировать вентилятор отдельно можем сделать кнопочкой вот сейчас лоб можем поставить на средний вот он сильный видует можем поставить на максимальный когда две лампочки говорят это максимально отметим что тут поток воздуха идет 150 кубок модели 20 литровой 170 они подходят на разные объемы помещения и в принципе воздухопоток у них очень хороший что той что той модели для своей продуктивности отдельная кнопочка у нас есть также таймер таймер 10 на включение и на выключения если при работающем осушителем мы ставим допустим 2 часа то через два часа он выключиться если при выключенном осушители мы ставим таймер на те же надежный два часа то он через два часа включится по заполнению пока индикация вам покажет full то что он запомнился Если осушитель достигает заданного уровня по влажности, он также отключается. Вентилятор может работать. Компрессор выключится, вентилятор будет работать в пропускной способности. Вот такой обзор на данный осушитель воздуха. Хотели бы еще кратко вам сказать по характеристикам основным, по энергопотреблению его. У него потребление 430 Вт, у модели 20 литровый, там идет 440. То есть разница в потреблении небольшая. По весу этот весит осушитель 15 кг, а 20 литровый весит 15,1 кг. По габаритам идентичные. И в принципе по использованию по площади данный аппарат можно использовать на 50-60 кв.м. 20 литровый можно использовать на 60-70 кв.м. Но в зависимости от высоты потолка, ну и конечно же проблемы по влажности именно в вашем помещении. Если есть какие-то у вас дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться нам по телефону. Мы подберем вам вариант, который будет эффективен в вашей ситуации. Ну и также ответим на вопрос, будет ли, допустим, данная модель именно актуальна в ваших условиях, в вашем помещении.